Беседа 66, страница 442 Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Иоанн 12, 9 Как богатство обыкновенно губит людей неосторожных, так равна и власть. Первое довое до любостяжания, а последнее до безумия. Вот смотри, подчиненные в иудейском народе судят здраво, а начальники привратно. Что народ веровал во Христа, об этом часто говорят евангелисты, что многие из народа уверовали в Него, 7.31, а из начальников не веровали. Сами же начальники, а не народ, говорят, не уверовал ли кто из начальствующих в Него, 7.48. Но кто же? Народ, говорят, не знает Бога, прокляты они, стих 49. Верующих называли проклятыми, а самих себя убийц благоразумными. Так и теперь, увидев чудо, многие уверовали, а начальники не только не удовольствовались своими злодействами, но покушались еще умертвить и Лазаря. Пусть Христа за то, что он нарушал субботу, что творил себя равным Богу, и за римлян, как говорили вы, но в чем вы можете обвинить Лазаря? За что его хотите умертвить? Уже ли в том его вина, что он получил благодеяние? Видишь, как они склонны к убийству. Много чудес сотворил Христос, но ни одно до такой степени не ожесточило их, ни чудо над расслабленным, ни чудо над слепым. Это потому, что чудо над Лазарем и по самой природе своей было удивительнее, и было совершено после многих чудес. Да и поразительно было видеть, что четверодневный мертвец ходит и говорит, а прекрасное, не правда ли, дело для праздника, к торжеству присоединить убийство. При том же в тех случаях они думали обвинить Христа в нарушении субботы и через ту отвлечь от него народ. А здесь ни в чем не могли обвинить его, и потому злоумышляет против того, кого он воскресил. Здесь они не могли даже сказать и того, будто он противится отцу, потому что молитва его заграждала им уста. И так как всегда предлог к обвинению теперь у них был отнес, а чудо между тем было явное, то они решаются на убийство. То же самое, конечно, они сделали бы и со слепым, если бы не имели повода к обвинению в нарушении субботы. А кроме того, слепой был незнатен, и они выгнали его из храма, а этот, Лазарь, был человек знаменитый, как видно из того, что многие собрались утешать сестер его. Да и чудо было совершено ввиду всех, и самым необыкновенным образом, почему все и спешили посмотреть. Вот то-то и мучило их, что все при наступлении праздника, оставив торжество, идут вифанию. И так они замыслили умертвить Лазаря, не думая даже о том, что это преступление. До того они были склонны к убийству. Потому-то и первоначальный закон начинался с заповеди «Не убей!» Исход 20.13. И пророк обличает их в этом «Руки их полны крови!» Исайя 1.15. Но как же Христос, который открыто не ходил в Иудеи и удалился в пустыню, теперь опять смело входит? Своим удалением он утушил их ярость и возвращается к нему же тогда, как они успокоились. С другой стороны, они должны были бояться народа, который предшествовал и сопутствовал ему. Потому что ни одно чудо так не привлекло к нему народ, как чудо над Лазарем. Другой евангелист замечает еще, что народ постилал ему под ноги одежды свои. Лука 19.36. И что пришло в движение весь город. Матфея 21.10. С такой честью входил он. А входил он так для того, чтобы предизобразить одно пророчество и исполнить другое. Так что одно и то же событие служило и началом одного, и концом другого. Слова «Радуйся, царь твой грядет в тебе кроткий!» Матфея 21.5. Означает исполнение пророчества. А что он воссел на осла, это прообразует будущее событие. Именно то, что он имел покорить в своей власти нечистое племя язычников. Но как же другие евангелисты говорят, что он послал учеников и сказал им, отвяжите осла, ослицу и ее жеребенка. Матфея 21.2. А Иоанн не говорит ничего такого, но что он, найдя осла, сел на него. Иоанн 12.14. Вероятно, было и то, и другое. В то время как ученики, отвязав ослицу, вели ее к нему, вероятно, он нашел осла и сел на него. Между тем, народ взял ветви синиковых и масличных дерев и постелал одежды, показывая тем, что он уже имеет о нем высшее понятие, чем о пророке. И говорил, «Асанна, благословен грядущего имя Господня» 12.13. Видишь ли, как всего более их уязвляло всеобщее убеждение в том, что он не противник Божий. Как всего более разделяло народ то, что он говорил о себе, что пришел от Бога. А что значит «Радуйся, дочь Сиона», так как все цари были по большей части несправедливы и коростолюбивы, предавали их врагам, развращали народ и подчиняли его ни правителям, ни приятелям, то и говорит «Не бойся, этот царь не таков, но кроток и не злобив, как показывает и ослица. Не войском окруженным вошел он, а имея при себе одного осла». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Видишь ли, что ученики многого не понимали, когда он сам не открывал им. Так и тогда, когда сказал он «Разрушьте храм сия, я в три дня воздвигну его» 2.19. Ученики также не поняли. И другой евангелист говорит, что слово его было сокровенно для них, Лука 17.44, и что они не знали, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Но это по справедливости было сокрыто от них. Почему другой евангелист и говорит, что они всякий раз, как слышали об этом, скорбели и печалились, потому что не разумели тайны воскресения. Это, говорю по справедливости, было сокрыто от них, так как превышало их понятия. Но отчего же не было открыто им и знаменование ослицы. От того, что и это было дело великое. 4.44. Замерь же, любомудрый евангелист, он не стыдится выставлять на вид прежнее их неведение. Что было написано, это они знали, а что написано и относилось к Христу, этого не знали. И их соблазнило бы то, что он, будучи царем, должен был столько претерпеть и подвергнуться такому предательству. А с другой стороны, они не уразумели бы вдруг учение о царстве, о котором он говорил. По словам другого евангелиста, они думали, что он говорит об этом царстве, свидетельствовал народ, что он воскресил Лазаря. Народ говорил, в таком множестве не обратился бы вдруг, если бы не уверовал в чудо. Парисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Стих 19. Мне кажется, эти слова принадлежат тем, которые рассуждали здраво, но не смели говорить открыто, и потому указанием на события хотели удержать других от их предприятия, как от дела бесполезного. А под именем мира они разумеют здесь тот же народ. Писание обыкновенно называет миром и тварь, и людей, живущих в пороках. В первом смысле употребляет это слово, когда говорит, он выводит воинство их счетом. Исайя 40.26. А в последнем, когда выражается, не может мир ненавидеть вас, меня же ненавидит. И она 7.7. Это хорошо нужно знать, для того, чтобы неправильным разумением слов не подать повода еретикам вооружаться против нас. Стих 20. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елины, будучи уже близки к тому, чтобы сделаться прозелитами. Они пришли на праздник, когда молва о Христе дошла до них, говоря, хотим видеть Иисуса. Филипп приходит к Андрею как к старшему и сообщает ему об этом. Но и Андрей сам собой не решает этого, так как он слышал. На путь к ежичникам не ходите, Матфеем 5.5. Поэтому, поговорив с Филиппом, он вместе с ним доводит дело до учителя. Они оба сказали ему об этом. Что же говорит Христос? Пришел сейчас прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Стих 23.24. Что значит, пришел час? Прежде он говорил, на путь к ежичникам не ходите. И тем удерживал учеников, чтобы отнять у иудеев всякий предлог к неблагодарности. Но так как иудеи продолжали упорствовать, а язычники желали прийти к нему, то он и говорит, время уже идти на страдания, так как все уже исполнилось. Если мы будем продолжать заботиться об иудеях, несмотря на их упорство, а язычников не станем допускать к себе, при всем их желании, то это будет недостойно нашего промышления. И вот так как он намерен был послать учеников своих к язычникам уже после креста, и между тем видит, что язычники сами идут к нему, то и говорит, время идти на крест. Не прежде он послал их, чтобы это служило свидетельством против иудеев. До тех пор, пока иудеи самым делом не отвергли его, пока не предали его распятию, он не говорил, идите, научите народы, а напротив, на путь к язычникам не ходите. И я послан только к овцам погибшим дома Израилева, и нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но когда они возненавидели его, и возненавидели для того, чтобы предали на смерть, то уже бесполезно было продолжать заниматься ими, в то время как они отвергают его. А они действительно отреклись от него, сказав, нет у нас старяк, кроме кесаря. Яна 19.15. Тогда уже и он их оставил, когда они его оставили. Потому-то он и говорит им, сколько раз хотел я собрать чад ваших, и не захотели. Матфея 23.37. Что значит, если зерно пшеничное падший в землю не умрет? Это он говорит о кресте. Чтобы ученики не смущались мыслью, что он умер слен, в то самое время, когда язычники начали приходить к нему, он говорит, что это-то самое в особенности, и будет содействовать обращение язычников и распространение его проповеди. Но как слова не так сильно убеждали их, то он уверяет их в том же действительным опытом, говоря, что так бывает и с пшеницей. Она приносит больший плод, когда умрет. Если же так бывает с семенами, то тем более со мною. Но ученики не поняли его слов. Это евангелист постоянно выставляет на вид, желая извинить их бегство впоследствии времени. Такую же речь вел и Павел, рассуждая о воскресении. 4.46. Какое же после этого будет иметь оправдание, не верующее воскресению, когда оно ежедневно представляется в семенах, и в растениях, и при нашем рождении? Ведь прежде нужно истлеть семени, и потом уже бывает рождение. Впрочем, говоря вообще, где действует Бог, там нет нужды в умствованиях. Каким образом Он сотворил нас из ничего? Это я говорю христианам, которые говорят о себе, что веруют в Писание. Но я скажу нечто и на основании умствования человеческих. Одни из людей живут порочно, другие добродетельно, но из числа порочных многие доживают до глубокой старости, наслаждаясь счастьем, а с людьми добродетелями бывает противное. Когда же каждый из них получит по заслугам? В какое время? Это так говорят. Но не будет воскресения тел. А разве они не слышали, что сказал Павел? Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление. 1 Коринфянам 15, 53. Здесь речь не о душе, потому что душа не подлежит тлению. Да и восстание свойственно тому, что пало, а пало тело. И почему ты не хочешь допустить воскресение тел? Разве это невозможно для Бога? Но говорить так – дело крайнего безумия. Или неприлично? Почему же неприлично? Чтобы существо тленное, участвовавшее в труде и смерти, приняло участие и в венцах. Если бы было неприлично, то оно не было бы сотворено вначале, и Христос не принял бы на себя плоти. А что он и принял, и воскресил ее, послушай, как он говорит, вложил персты, и посмотри, ибо дух костей и жил не имеет. Иоанна 20, 27. Зачем так же он воскресил Лазарь, если лучше воскреснуть без тела? Зачем поставляет это в ряду чудес и благодеяний? Да зачем и вообще дал пищу? Нет, возлюбленные, не обольщайтесь еретиками. Есть подлинное воскресение, есть и суд. Отвергает их только те, которые не хотят дать отчета в своих делах. И при том воскресение должно быть такое же, каково было и воскресение Христова. Потому что Христос есть начаток и первенец из мертвых. Колоссиным 1, 18. Но если воскресение состоит в очищении души и освобождении от грехов, а Христос не согрешил, то как он воскрес? А если и он согрешил, то как мы избавились от клятвы? Да и как он говорит, идет князь мира, сего и во мне не находит ничего. Иоанна 14, 30. Ведь это значит, что он безгрешен. Итак, по их мнению, Христос или не воскрес? Или если воскрес, то до воскресения согрешил? Но он и воскрес, и греха не сотворил. Следовательно, воскрес телом. А то нечестивое учение есть не что иное, как порождение тщеславия. Будем же избегать этой болезни. Худые сообщества, сказано, развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15, 33. Это не учение апостольское. Маркион и Валентин, вот кто это выдумал. Будем же убегать и этого, возлюбленные. Ведь при неправых догматах нет никакой пользы от доброй жизни. Точно так же, как и наоборот, здравые догматы бесполезны при порочной жизни. Эллины породили это, а они, еретики, распространили, заняв у языческих философов, и утверждая, как-то, что вещество не создано, так и многое тому подобное. Таким образом, как сказали они, что если бы не было несознанного вещества, то не было бы и Творца. Так отвергли воскресение. Но не будем внимать им, зная всемогущую силу Божию. Не будем внимать. Это я говорю вам. Своей же стороны, мы не откажемся вступить с ними в борьбу. Человек безоружный, беззащитный, легко может быть пленен, хотя бы он вступил в борьбу с слабым, хотя бы он был сильнее его. И если бы вы внимали Писание, и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними. А напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но как вы не умеете пользоваться Писанием, то я и боюсь за эту борьбу, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас. На самом деле, нет ничего слабее их, потому что они лишены помощи от Духа. И если же они пользуются мудростью языческую, то этому не должно удивляться. А напротив, стоит посмеяться, что они руководствуются глупыми наставниками. Действительно, эти наставники ни о Боге, ни о твари не могли дойти ни до чего истинного. Но что у нас теперь знает всякое вдовице. Того не знал и сам Пифагор. Они говорили, например, что душа бывает то растением, то рыбой, то псом. Уже ли таких, скажи мне, следует слушать? Какое же для этого основание? Они велики на улицах, отращивают красивые волосы, одеваются в плащи. Этим и ограничиваются их любомудрия. А посмотришь внутрь, все, прах и пепел. Нет ничего здорового. Но гроб, отверстие, гортани, все полно нечистоты и тления. И все догматы их исполнены червей. Так первый между ними почитал Богом воду, следующий за ним огонь, третий воздух. Все же полагали найти его в телах. Уже ли же, скажи мне, следует удивляться таким, которые не имели даже понятия о бестелесном Боге? Если же они наконец и приобрели понятие, то это было уже после того, как в Египте они вошли в отношение с нашими. Но чтобы не возбудить между вами большого шума, я здесь окончу свое слово. Если бы я начал подробно излагать их мнение, как рассуждали они о Боге, как о веществе, как о душе, как о телах, то последовал бы великий смех. Притом, они не нуждаются в нашем опровержении, они сами опровергли друг друга. Так написавший против нас книгу о веществе сам себя опроверг. Потому, чтобы не утруждать вас понапрасну и не развивать перед вами лабиринты слов, вместо всего этого я скажу вам, что надобно внимать божественному писанию и не вступать в бесполезное словопрение. Это же внушает и Павел Тимофею 2 Тимофей 2.14 Несмотря на то, что последний был исполнен великой мудрости и имел силы чудотворений, последуем же его внушению, и оставив пустословие, будем заниматься делами, то есть братолюбием и страннолюбием и особенно позаботимся о милостыне, чтобы достигнуть обетованных благ по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.